От пациента. Боль при глотании и после имплантации воспаления лимфоузлов с правой стороны. Нарастающая боль к вечеру. Компьютерная томография нижней челюсти. Пациент 35 лет. Дата исследования — 9 августа 2020 года. Справа. 44 зуб. Признаки пломбировки кариозной полости пожевательной и вестибулярной поверхности без проникновения в пульпу. Каналы интактны. В переэпикальной области участков деструкции костной ткани не выявлено. 45 зуб — признаки эндодонтического лечения. Коронковая часть под пломбой. Имеются полости, не заполненные пломбировочным материалом. Канал до верхушки равномерно заполнен пломбировочным материалом. В переэпикальной области имеются мелкие — 1,1 — 0,2 мм — фрагменты пломбировочного материала. В переэпикальной области участков деструкции костной ткани не выявлено. 46-47 зубы представлены дентальными имплантами. В области фиксации имплантов участков деструкции костной ткани не выявлено. Кортикальные пластинки нижней челюсти сохранены. Определяется умеренное разряжение костной ткани в переэпикальной области 46 зуба размером до 4 мм. Нижний челюстной канал не компримирован. Слева — 34 зуб — признаки эндодонтического лечения. Коронковая часть под пломбой. Канал до верхушки равномерно заполнен пломбировочным материалом. В переэпикальной области участков деструкции костной ткани не выявлено. 36 зуб — представлен дентальным имплантом. В области фиксации импланты участков деструкции костной ткани не выявлено. Кортикальные пластинки нижней челюсти сохранены. Нижний челюстной канал не компримирован. Заключение — состояние после эндодонтического лечения — 34, 45 зубов. Признаки неполной пломбировки коронковой части — 45 зуба. Состояние после дентальной имплантации — 36, 46, 47 зубов. Признаки локальной резорпции костной ткани в области — 46 зуба. Врач-рентгенолог Кайзеров Евгений Владимирович. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok